Подведены итоги конкурса проектов по федеральной программе развития малых городов среди победителей Ядрин. Предлагаемый им проект реконструкции центральной части города получит финансовую поддержку в размере 40 миллионов рублей. Какие преобразования ждут главную улицу и площадь, рассказали журналистам республиканских СМИ. Ядрин – типичный российский провинциальный городок, бывший уездный, а ныне районный центр. В разное время здесь жили известные купцы и меценаты Таланцевы. Доктор Константин Волков изъядренный родом знаменитый Туркола Кошмарин, актер Мордвинов. Словом, здесь что не дом, то история. Так что перед жителями стоял нелегкий выбор, какой из городских уголков облагородить в первую очередь. Что у нас планируется в рамках вот этой концепции? Это строительство, получается, дороги, будет уже одностороннее движение, с устройством парковок, с устройством пешеходных зон, тротуаров, велосипедных дорожек. С устройством будет деревья, будет очень много зелени. И у нас есть несколько знаков, элементов. Это у нас площадь Победы, которая будет реконструирована, которая превратит совсем новый облик. И такая интересная вещь, мы от улицы выходим к набережной. Чем, наверное, нам и помогла еще выгодить, победить. Потому что у нас будут такие панорамные качели, сделанные как древо жизни. Которые, качаясь на них, люди могут увидеть нашу реку Суру и нашу всю набережную. Сохранить местный колорит и чарование старины, и в то же время сделать город более комфортным, так представляют себе конечный результат и жители, и муниципальные власти, и Минстрой Республики. Здание почты, оно будет приведено в соответствующее состояние, будут отреставрированы фасады этого здания. Прилегающее благоустройство будет у нас заменено полностью. Появятся интересные объекты малых архитектурных форм, пешеходные улицы, включится данная территория. Изменится транспортная схема, то есть не будет столько у нас транспорта, который стоит на газонах. Все будет приведено с высокими градостроительными требованиями. В проекте благоустройства качели на набережной. Аттракцион станет архитектурной и духовной доминантой набережной Суры. Они будут располагаться на две стороны, на улицу и на реку. Качели будут выполнены из окрашенного бруса и будут представлять собой образ раскидистого дерева с подвесами. В общей сложности из федерального, республиканского и местного бюджетов на реконструкцию и ремонт поступит 50 миллионов рублей. Помимо эстетического, от проекта ожидается и экономический эффект. В торговых точках, которые здесь откроются, создадут 20 рабочих мест.